Субтитры сделал DimaTorzok Очень хороший, очень интересный, я с ним хорошо знаком, поэтому всем советую подписаться на мой канал, ссылочка будет в описании под этим видео. Также, пацаны, на его странице ВКонтакте проходит очень классный розыгрыш, можете сами видеть это на экране, так что заходите на мой канал, подписывайтесь, находите ссылочку на его ВК и участвуйте еще в конкурсе. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня с новое видео, давненько не было серии по Мазин, но это связано с тем, что я копил и зарабатывал деньги для этой серии. Я думаю, пацаны, это заслуживает лайка, поэтому обязательно, пацаны, поставьте лайк и подпишитесь на канал, до 16 тысяч подписчиков осталось совсем немного. И в начале видео для вас будет очень важная информация. Пацаны, так получилось, что на меня пользователь один написал жалобу, и я получил страйк. Теперь я не могу делать стримы 3 месяца, но я придумал такую тему, что можно, знаете, просто создать второй канал и делать стримы там. Если вам такая идея нравится, то напишите об этом в комментариях, для меня это будет очень важно. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Сегодня будет интересная серия, займемся тюнингом, я вам все объясню чуть позже. Желаю вам приятного просмотра, погнали! Итак, давайте я, в принципе, вам все объясню. Как вы знаете, примерно неделю назад я делал итоги конкурса на Mercedes GT 63 S. И так получилось, что победитель отказался от приза, потому что он перевелся на седьмой сервак, и в итоге он эту машину подарил мне. Но понимаете, переигрывать машину, которую ты уже разыграл, как бы, это будет мне кажется глупо. Поэтому я придумал вот что. Я хочу взять эту машину, поставить на нее красивые номера и полностью ее затюнить. И потом, в следующей серии, поехать, найти рандомного рыжика, который меня не знает. Подтисним дискорд и подарить ему эту машину. Мне кажется, это будет очень круто. Просто представьте эмоции этого человека, который только зашел там буквально на сервак первый день. Ему дарят очень классную машину на красивых номерах, пацаны. Я думаю, это будет очень круто, поэтому надеюсь, что вы меня поддержите. Просто, пацаны, если вам это нравится, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я надеюсь, вы реально меня поймете, что я ее не буду переигрывать, а просто ее сейчас затюню в этой серии. И уже в следующей серии подарю какому-то рыжику, которого я не знаю и который не знает меня. Я думаю, это реально будет очень круто. Итак, номера я, кстати, уже купил, если что. Вот, Хан 3-4, пацаны. И да, Бэха, которая была 3-3-0, это моя Бэха, если что. Знайте, что это моя Бэха, я про нее видео не буду снимать, но просто знайте, что у меня есть еще одна BMW M5 F90. Итак, пацаны, вот этот Мерседес, который я хотел, получается, разыграть. Я его разыграл, но победитель отказался от приза. Скриншот, если что, я вам показал, что победитель реально отказался от приза и подарил мне эту машину. Я понимаю, что это подарок, но я решил, как бы, подарить эту машину другому человеку, другому игроку. Да, я понимаю, что, типа, это некрасиво, подарки дарить, но, пацаны, я думаю, так будет правильно, потому что у меня и так много машин. И эта машина мне особо, пацаны, уже не интересна, поэтому я принял решение ее, как бы, сейчас затюнить и потом подарить рыжику. Итак, пацаны, видите, такие номера Хан 3 и 4, я их купил за миллион восемьсот тысяч. Да, номера не очень классные, но мне не нравятся, они смотрятся на этой машине очень даже хорошо. До этого эти номера стояли на Мерседес Е63. До этого эти номера стояли на Ешке, получается, они там тоже очень классно смотрелись, и здесь они тоже хорошо смотрятся. Единственное, что я сделал с этой машиной, это я ее перекрасил и поставил диски. Но теперь мы поедем в тюнинг, у меня есть пять миллионов, и я думаю, нам хватит этих денег, чтобы полностью ее протюнинговать. Ну что ж, господа, вот я и приехал к нашему семейному СТО, давайте я вам напомню, где оно находится. Пишите, короче, ЧПС, потом убираете шестой пункт бизнесы, пятый пункт СТО, и вот, 33 бизнес, СТО Фамли Кирилл Гимм, это СТО нашей семьи. Поэтому, кто желает, можете приезжать здесь, ремонтировать, тюнинговать свои машины. СТО очень классный, поэтому всем советую. Давайте перед тем, как я заеду, покажу вам карпас, в принципе, чтобы вы видели, что она стоковая, абсолютно. Номерные знаки, пацаны, Хан 3 и 4, улучшения двигателя нету, сигнализации нету. Антирадар нету. Короче, здесь ничего нету, даже здесь нитро нету, поэтому она, пацаны, абсолютно стоковая. Гост цена у него 900 тысяч, я ее покупал еще до нового модпака. Да, я знаю, гост цена небольшая, пацаны, но какая разница? Мне кажется, Рыжик просто будет в шоке такой тачки. Это очень красивый Мерседес, еще будет в полном тюнинге, пацаны. Поэтому, я думаю, он в любом случае будет рад. Итак, пацаны, у меня есть 5 миллионов, надеюсь, нам хватит на полный тюнинг. Так, нажимаем тюнинг. Так, покрасочные, покрасочные работы нам нужны, пацаны, потому что на нее есть винилы. Так, вот первый винил это камуфляж, кстати, который неплохо бы смотрелся. Так, окей. Так, следующий винил у нас космос. И следующий винил у нас какой-то такой непонятный. Так, давайте ее перекрасим сразу в белый цвет для начала. Так, давайте 1,170 сделаем. Вот так вот, все, купить, нажимаем. Минус 50 тысяч уже есть. Так, вот этот винил какой-то непонятный, как для меня. Поэтому его оставить не буду. Поэтому нужно выбирать что-то между космосом и между вот этим камуфляжем. Типа, я не знаю, как его выбрать на самом деле. Как бы и этот вроде прикольный, и этот мне тоже космос нравится. Поэтому как-то сложно на самом деле выбрать. Но давайте, наверное, поставим все-таки винил камуфляж. Так, 500 тысяч покупаем. Так, ставим азот получается. 500 тысяч минус. Так, теперь мы нажимаем дополнительно. И здесь есть у нас чип тюнинг. Сколько, блядь? Сколько, блядь, он стоит? 3 миллиона 750. Блядь, что-то я на это не рассчитывал. Я думал, где-то 2,5 миллиона стоит. А что так дорого? 3 миллиона 750 тысяч. Ого. Так, сколько у меня вообще денег на руках? Давайте посмотрим. Я не ожидал реально. А, 4 миллиона у меня есть. Окей, тогда чип поставим без проблем. Покупаем? Почему бы нет, пацаны? Чип за 3 миллиона 750 тысяч. Так, антирадар. 150 тысяч. Конечно же, покупаем. Так, улучшение бака стоит 3 миллиона, пацаны. Но, скорее всего, на это у меня денег не хватит. Давайте выйдем, посмотрим, сколько у меня денег. 199 тысяч, пацаны. Ну, я хз, что делать? Короче, пацаны, что-то я реально не подрассчитал. Я работал несколько дней на дальнобойщиках. Зарабатывал деньги, блин. И в итоге не хватило. Я думал, 5 миллионов хватит с головой. Вот смотрите, пацаны, какой у меня скилл дальнобойщика. У меня уже 61 скилл дальнобойщика, пацаны. Я ебашил, что просто проклятый. Я вчера заработал на дальнобойщиках 2 миллиона. Ну, еще спинки бизнеса снял. И получилось в итоге 5 лямов. И я думал, этого хватит, а этого не хватило, пацаны. Сигнализация даже 2 миллиона стоит. И мне этого не хватит денег просто даже, чтобы ее поставить. Поэтому я не знаю, что делать, пацаны. Я реально не знаю, что делать. Как бы, я хотел полностью протюнить. Но самое главное я поставил, это чипы нитро. Поэтому я надеюсь, вы меня поймете, пацаны. Я реально хотел сделать полный тюнинг. Но в итоге, как бы, понимаете, у него ска 900 тысяч. Но в автослоне такая машина 15 миллионов стоит. И тюнинг все равно ставится, как на машину 15 миллионов. Поэтому все так дорого, пацаны. Но я думаю, вы меня поймете. Потому что, блин, я бы с радостью полностью все бы поставил. Но я думал, мне реально хватит. Я просто не ездил в СТО и не смотрел цены. Я думал, мне 5 миллионов точно хватит на тюнинг этой машины. Но в итоге, получается, я 5 лямов потратил на тюнинг. И почти 2 миллиона потратил на номера. То есть, я 7 миллионов потратил на эту машину, пацаны. Я считаю, это точно заслуживает лайка. СТО и СТО и СТО. СТО и СТО. Ну что ж, вот так вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Да, я не смог сделать полный тюнинг. Но я считаю, что я вложил в эту машину 7 миллионов. И этого уже достаточно. Следующая серия вас ждет, как я подарю эту машину кому-то рыжику. Его реакция в Дискорде там и так далее. Я надеюсь, что вам это реально понравится. Также не забывайте, пацаны, подписываться на канал. До 16 тысяч осталось совсем реально немножко. Еще 50 человек. И у нас будет 16 тысяч подписчиков на канале, пацаны. Это реально очень круто. И в честь 16 тысяч подписчиков, я, конечно же, сделаю конкурс на виртуальную валюту. Также не забывайте писать насчет того, создавать второй канал для стримов или нет. Просто, пацаны, втолите лайк. Подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. 150 лайков. И выходит новая серия. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok